В 2019 году в нашей республике в рамках реализации государственной программы развития культуры Карачао-Черкесской республики на 17-22 годы будет построено и реконструировано 9 домов культуры в сельской местности. Один из них будет построен в ауле Беслиней. Наша съемочная группа пообщалась с главой местной администрации и узнала, что еще нового появится в ауле. Какие проблемы сегодня волнуют жителей и какие изменения в общем произошли здесь за последние годы. Гарри Назирович, за три года, пока вы находитесь на должности главы администрации, как изменилась жизнь аула? У нас всегда большая проблема. Это было водоснабжение. И вот этими у нас трудности очень большие были с этим. Население у нас составляет почти 4 тысячи человек. И еще наш МУП «Водоканал» обслуживает два аула. Наш аул и аул Нижичишко. Там тоже население по 2 тысячи. Всего вместе около 6 тысячи у нас населения. И вода, вода это все. И мы за это время успели сделать проект. Начали, они на три этапа разбили вот этот проект. Первый этап мы уже закончили. Это строительство резервуара и напорного трубопровода длиной полтора километра. И два самотечек трубопровода длиной тоже по полтора. Это уже сделали. А остальное мы попытались войти в программу развития светской территории. Но еще это, по-моему, в этом году у нас там нет. Но по программе чистая вода, ну, можем попасть, рассматривать. У нас проект готов есть. Нам нужен водозабор и трубы поменять. В Фауле у нас по программе развития этих общественных территорий мы построили там, начали строить парк на окраине, все там, где у нас многоэтажные дома есть. Ну, а первую тоже мы все сразу отсидеть не можем, разбиваем на части. Первую часть мы разбили. Приехало министерство строительства, которое курирует эту отрасль. Если понравилось, нам добавили еще 8 миллионов на этот год. Вроде мы вошли, они будут дальше продолжать. Что касательно культурной сферы, как протекает жизнь Беслинея? У нас вот наш заведующий клубом стал заслуженным работником КЧР. Много у нас ансамблей есть. Даже я сам удивился, давно не ходил, которые девочки наши пели, солисты. И проводят всякие мероприятия, постоянно к нам приезжают. Мы смотрим. Люди, особенно, которые чуть-чуть постарше, им это нужно. Вот мы приводим, тут концерты проводили много раз. Наш здесь артист, Унижев, он певец у нас. Он сам пригласил, бесплатно для людей организовал. Ну, интересно очень. Люди хотят, хотят куда-то пойти. Вот вечерами некуда уже идти. Работа такой в ауле. Раньше завод у нас, где-то, он нормальный был. Там 800 человек работало. Завода нету. Совхоз был. Остальные в совхозе были. Совхоза нету. Есть фермерские хозяйства, но их очень мало. И поэтому они хотят куда-то. Чтобы отсюда население не уезжало, молодые ребята, надо им создать условия. Вот клуб мы построим, слава богу. Надеемся, что хоть какая-то часть посмотрит. Клуб, который мы построим, мы взяли типовой проект, который с Ингушетии. Нам он очень понравится. Дизайн у него красивый, помещение просторное. Сам он большой, одноэтажный. Нам вот это как раз подходит для такого количества людей, как у нас. Это очень отличный клуб, на мой взгляд. Мы с этим советовались со всеми. Люди смотрели, депутаты смотрели. Они выбрали. И 760 квадратов – это не маленький клуб. Это почти такой же, который вот здесь стоит, но современный. Какие первостепенные задачи сегодня стоят перед администрацией аула, решения? У нас очень большая проблема, вот эта дорога, ведущая на Черкесск. У нас вот по этой дороге, наше село Инжетишко, Фроловское, исправно, постоянно вся молодежь, она работает только в городе. Она вот каждый день туда и обратно вот два раза проезжает. И вот на протяжении последних десяти лет это убийственная дорога. Постоянно там случаются аварии. В зимнее время вообще тоже там можно невозможно. Летом пыль столбом, не видно машины. Вот из-за этого вот в прошлом году, в этом году даже, у нас вот из нашего села вот из-за пыли в лоб столкнулись. И ребята лежали в реанимации долгое время. Мы обращались в все, куда можно было обратиться. Мы написали письмо, введенную Россию депутату Баташеву. Он и подписались под этой петиции. Люди стихийно узнали, что мы пишем. Они более тысячи человек. Они сами пришли, подписались, отправили. Вроде вот этими делами кто-то занимается. Но результатов мы пока не знаем. Но нам не сообщили, что говорят, этим должен заниматься местная ДРСУ. Но местная ДРСУ у них возможностей таковых нет. И потому что на эту дорогу, говорят, там вода течет, что-то, ну большие затраты, деньги нужны. А у них вот этого всего нет. Недавно у нас, мы тоже написали письмо главе нашей республики, Рашиду Тимрезову, с тем же обращением, в виде помочь. И поэтому, по результатам нашего, было поручение Салпагарову, сенатору нашему. Он меня вызывал. Мы там встречались с группой. Министр Гордиенко тоже был. Чарчаев Ахмат присутствовал в УКС. И было принято решение. Возможно, спросил, что можно сделать. Сказали, можно сделать. Надо ручки отвезти там. И он дал поручение разведать это все. Мы надеемся, что хотя бы что-то сдвинется с этой точки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова